Вы смотрите Информбюро, продолжаем выпуск. 46,5 миллиардов тенге одолжна фонду проблемных кредитов Алматинка Зибихон Кадирова. Женщина узнала об этом недавно. Оказалось, что компания, в которой она раньше работала, указала ее и еще нескольких сотрудников гарантом большого займа. Фирма закрылась, а вот долг остался. Суд решил, что оплатить его должны эти люди. Вот эту квартиру я приобрела в ипотеку 30 квадратов на 20 лет. Я живу совместно со своим сыном, ему 5 лет. И на меня повесили 45 миллиардов. Откуда я буду платить? Зибихон Кадирова оказалась должником огромной суммы странным образом. В прошлом году она узнала от бывших коллег, что идет суд по взысканию миллиардов, где среди ответчиков и она. А корень этой истории уходит аж в 2010 год. Тогда Зибихон Кадирова работала помощником юриста в частной компании. В том же году она ушла оттуда. Но работодатель без ее ведома включил ее в список гарантов при получении кредита. При этом соглашений подписи женщины нет. Но суд это не учел. Еще кроме того, что 45 миллиардов повесили на меня, как взыскать, еще взыскали с меня еще полтора миллиарда госпошлины. То есть я сейчас должна не 45 миллиардов, а 46,5 миллиардов. На что я буду жить тогда? Если они с меня сейчас будут 50% зарплаты удерживать. Еще одна удивительная деталь. Соглашение заключили 19 августа 2010 года. Но в этот период Зибихон находилась за границей. Это подтверждают документы из Багранслужбы КНБ. Адвокат женщины говорит, увидев, что подписи ответчика нет в документе, судья должна была исключить ее из списка должников. Но этого не сделали. В городском суде, ссылаясь на карантин, отказались от интервью. Любой человек, любой банк может вписать ваши данные на любую сумму. И вас, как говорится, признать должником и на основании этого взыскать. Вообще это опасная ситуация, потому что это же, скажем так, все мы, получается, под ударом. И фактически суд данным своим решением вводит такую практику. Обжаловать решение Зибихон кодировать теперь может только в Верховном суде. Но обратиться туда она не может. Для этого ей нужно заплатить 1% от суммы иска. А это 450 миллионов тенге. Теперь вся ее надежда, что на это дело обратит внимание председатель Верховного суда Жеки Пасанов и поможет разобраться.